Ну-ка, ну-ка, чё там? А, нормально. О! Поехали. Делай её вновек. Какое-то яблоко невкусное. Печалька. Разыскать кузнечные инструменты. На чём? Вундвике. Это, наверное, где-то на Скельге. Сейчас поменяем задание. Так, разбуду. Я никак не могу, короче, из Новиграда уйти. Так, Гвинт, ага. Угу. Так, найти сборщика останков. Это что такое, поговоритель? А-а-а, ёкарный бабай. Всё, вот это буду делать. Иди отсюда. Не для тебя яблочко достало. Где это? В общем, у меня тут, типа, пресцила ранена очень сильно. Да, Кирилл, привет ещё раз. Ты меня так сегодня взбодрил вообще своими разговорами. Наверное, ты прав в чём-то. Давай, говори спасибо. Кто это? Кто-кто? Кто-кто? Это я. Это вот мой кот. Вот он. Вот он. Всё. Лень захватила моего котка. А кто ещё? Кто такой Ярик и Вова, я думаю, ты знаешь. Ну да, что? Привет ещё раз. Рома, привет. Я что на себя не похожа? Я просто так и проснулась, ребят. Что это такое? Зоверьте. Тут какая-то хрень происходит. Я могу подписаться? Закрохли бал, говорит. Ладно, пошёл я. Заждались. You look great. Thank you. Только проснулась, ребятки. Действительно, я вряд ли выгляжу сейчас хорошо, но я взбодрюсь. Просто я так сильно хотела постримить. Я даже толком причесаться-то нормально не смогла. Слушайте, что это за здание. Так, найти сборщика останков, осмотреть место и переулок. Да ты охренел, блин! За что? Коша! У меня только снег зажил. Ну как можно такой жопой быть? Насчёт модерки? Ну, если я тебе дам модерку, ты перестанешь меня обижать. У нас с тобой будет такая договорённость. Тогда дам. Вот Джонни пришёл. Спасибо. Если ты не будешь меня обижать, то после этого стрима я дам тебе модерку. Ты должен будешь обижать не меня, а моих обидчиков. Макс, привет! Макс, чё как? Как у тебя с игрухой-то? Не переживай, спасибо. Да я уже не могу больше переживать. Я и так много переживаю. Russian is too advanced for my Swedish. Да Вова уже наговорился, наверное, на своём стриме. Вова мне даст, короче, Бэтмена скачать. Я, конечно, не могу сказать, что это игра моей мечты. Я вообще Бэтмена терпеть не могу, но я в него всё равно буду играть. Стрим подлагивает. Борода, привет. Слушай, я его только включила. Сейчас что-то должно, наверное, произойти. Он перестанет подлагивать. Много пишите. Что выполняешь сейчас? Диггер, у меня, короче, очень ужасная ситуация. Присцилла ранена, и я расследую эту фигню, представляешь? Мне её так жалко вообще. Это было так неожиданно. Я уже собралась на остров Скеллиги плыть, и тут раз, и она ранена. Оторвался от Рафс. Я начал играть в Ведьмая Картейшн. Сейчас залив Бэтмена. Потому что его быстрее пройти. Слушайте, судя по всему, Вова так быстро прошёл его, что если по сюжетке идти, то можно вообще быстро пройти этого Бэтмена. Кто такая Присцилла? Присцилла – это девушка, которая нравится Лютику, и которой Лютик нравится. Они нравятся друг другу. В общем, Лютик остепенился практически. Он полюбил её, мне даже так кажется. Нафига я зашла в этот туннель? За три дня поняла. Поменялись ролями, теперь ты развлекай народ, а я побуду зрителем. Ну, попробую. О, смотрите! Почему здесь такие записки теперь валяются? Причём каждый раз, когда я её беру, написано, что это первая проповедь. Это загадка для меня. Я хочу этого царя Родовида убить просто. Представляете? Просто убить. Потому что он всех ведьм и, включая Трис, ненавидит. Сюжетом быстрее я всё же стараюсь выполнять всё. Ну, это правильно. Ну, мне игру дадут на время, поэтому мне придётся быстренько играть. Бырненько. Что тут творится? Что же мне делать там? Я не знаю, как Лютик выглядит, а как выглядит Присцилла. А Присцилла выглядит так же, как Лютик, только женского рода. Такая же расфуфыренная, как будто, знаешь, как шут женского рода. Не спойлери. Стараюсь. Про Присциллу то, что я рассказала? Люси, маньячка, убить всех людей. Я её не заметила. Я мало прошёл ведьмака, у меня там только шестой левел. Всё, мы тебе про сюжет больше ничего не рассказываем. Ссори. Если мы что-то спойлернули. Ну, ты сейчас, как всегда, уйдёшь из-за этого, да? Так. Ага. Наверное, сюда. Меч стальной привлёк моё внимание. Что за хрень? Да, они два таких, знаешь... Как их, трубадурами называют? Два трубадура. О, как же мне туда попасть? Бэтмен. Небольшая игра. Если идти, чисто по сюжету. Игра кончится на 35%. Примерно. Так, стоп. Я буду идти по пунктиру. Может так что-то получится? Нифига, мне показывают. Короче, как туда надо забраться? Как? А как? А, постучать можно. Я 3-го уровня дерусь с 10 на 12-й уровень. Успокойся, я по поводу Фабио Мэр. Я ещё и в убийцу. Ну разве что так. Сидеть, глупый ксид, спокойно. Ну заходи, уважаемый. Только не дёргайся, тяпнут ещё. Да, конечно, молодцы, ребят, что играете на максималке. Милые зверушки. Да ты, наверное, шутишь, уважаемого. Их скотов сам вонись. Пролучший носка, который режет, чем злодей, который режет. Я о ком-то определённо. Само собой, а паршица, который уделал Фаняна, как забрали. Думал, никто не заметил. Чистые. Я меня облачку. Купил вот этих двух ксид. Пришлось раскошелиться. Но хоть сплю спокойно. С чем имею честь? С братом покойного. Гус меня забыли. Мы вместе держали мастерскую. Мейер и Мейер. Да, 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 во. Есть такое. Теперь, уважаемый, будет ликвидация. Как только найду покупателя на эту халавуду, вернусь в Махакаву. Не, ну в Бэтмена я точно не буду играть на максимуме. Смотрите, какая у меня тётка на футболке. Прикольная. Чёрные волосы, белое лицо. Я раньше так выглядела. Армия музыхистов. Ирка не на простой, Ирка на минимальный. Стопэ. Только мог ради трофея. Люди светились на пожарах. Тьфу. Тьфу. Сдолбанная смс мне прислал. Я пока добежал. Его уже на телек. Это не дядька. Они не заметили чё бы назвать. Это девушка. Где тут дядьку ты видишь? Девушка. Девушка. Да не пойми какого красного мира. Прикольная так встала. Ну и всё тогда. У меня есть мужиками такие есть. Я вообще люблю таких страшных людей с чёрными волосами. У меня много таких этих кофты, футболок. Так, у твоего брата были враги. Кто-нибудь его не любил, угрожал. Да всё, я прячу. Я так тупо причесалась, мне как-то так неуютно. Чё мне сейчас сообщение мне пишет, пускай заходит? Ты из-за тебя, сука, порченная падаль людская. И всякие такие слова. Ну, что там между ними было, этого я не знаю. Может, влюбился? Ой, Ром, первый раз что ли накрашеного дядьку видишь? Ну, спокойно, в своей постели. Альфонс её говорил, что грипп её был. Ладно, хватит разговора. Мне бы осмотреться. Ай, пожалуйста. Я вообще считаю, что мужчины, они красивее девушек, потому что им не нужно краситься, чтобы выглядеть нормально.